Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение Евангелия от Марка и сегодня рассматриваем вместе с вами вторую главу. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово». После чуда исцеления прокаженного человека Спаситель проповедовал в других местах и потом вновь приходит в город Капернаум, город, в котором собирались часто апостолы. И вот люди тотчас о нем узнали, стали многие собираться, толпиться, и мы как-то говорили уже, что в иудейских городах улочки, они очень узкие, и вот у двери уже не было места, а Спаситель находился в доме, и оттуда он произносил наставления собравшимся людям. И вот что произошло дальше. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный». Вот представим, что был такой страждущий человек, парализованный, который долгое время лежал на носилках, но у него нашлись прекрасные, хорошие друзья, четверо близких к нему людей, которые так за него переживали, что решили принести его к Спасителю. А толпа настолько вот заполонила все прилегающие места, что невозможно пробраться. И тогда они подымаются на крышу дома. Как правило, там приставлялись такие вот лестницы. Что собой представляли крыши? Они были сложены из, ну, таких вот брусьев, и между ними пространство засыпалось глиной или землей. И такую крышу легко было разобрать, раздвинуть вот эту землю, которая там находилась, и потом ее можно было также относительно быстро починить. И вот настолько друзья любили этого страждущего человека, настолько он был для них дорог, что они действительно занесли его вначале на крышу, потом разобрали крышу дома, и после этого на носилках спускают перед Господом. И вот усердие друзей, их забота о ближнем, увенчалось успехом. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Вот в этих словах очень важная истина. Многие болезни человеческие, они происходят от грехов. И, соответственно, для того, чтобы исцелиться от болезни, нужно получить прощение греха. И Спаситель, видя веру этих людей, друзей, он по их вере исцеляет расслабленного. А для того, чтобы исцелить, отпускает ему для начала грехи. Говорит, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Согласно толкователям, согласно святым отцам, этот расслабленный, он тоже давно раскаялся в своих грехах. И тоже он имел определенную, ну, не то чтобы, может быть, веру, но надежду он точно имел, что он получит исцеление. В это же время присутствовали еще и книжники и фарисеи. Читаем. «Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Действительно, грехи может прощать только один Бог. Беда этих книжников была в том, что они не хотели признать, что Христос и есть воплотившийся Бог. Он есть Бог, пришедший на землю, ставший человеком. И вот дальше мы читаем. «И Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» То есть Спаситель, Он прозревает их мысли, и тем самым Он уже подтверждает, что обладает божественной силой, божественным ведением. После этого Он задает им такой вопрос. «Что легче, сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи»» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи?» Для чего задан этот вопрос? Книжники считали, что Спаситель просто так произносит, что «прощаются тебе грехи твои», а исцелить не может. И что труднее сказать «встань, возьми свою постель и ходи». Тогда как если вот с духовных позиций труднее отпустить грехи, то есть труднее исцелить душу, нежели тело? И Спаситель в каком-то смысле как бы идет навстречу вот этим недоумениям книжников. И после этого Он говорит, «Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи», говорит расслабленному, «тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «никогда ничего такого мы не видали». Вот так Спаситель подтверждает свою божественную власть. Во-первых, потому что Он прозревает мысли книжников. Он, во-вторых, знает, из-за чего страдает вот этот расслабленный человек, а в виде его покаяния прощает ему грехи, и, в-третьих, Он, собственно, исцеляет его от этой болезни. И тот, кто был только что парализованным, которого четверо несли, сам подымается перед всеми, берет свою постель, вот эти носилки, и уже исцеленный, свободно отправляется в свой дом. Конечно, вот это чудо, оно потрясло просто всех, так как пред всеми наглядно обнаружилась благодатная сила Христа. Все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «никогда ничего такого мы не видали». «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за Мною, и он, встав, последовал за ним». В этих строках речь идет о евангелисте Матфея. Причем Марк немножко прикрывает имя Матфея, называет его Левием Алфеевым. Ну, Алфеев по имени отца Алфея, то есть это в каком-то смысле как отчество. А Леви, евангелист Матфей получил имя, это впоследствии Леви значит «сердечный», насколько это мы помним. И вот апостолы действительно получали иногда по второму имени, так как это означало их новое служение. А вот первое имя, имя Матфея, здесь прикрыто, видимо, потому, что Марк не хотел раскрывать вот это вот прошлое его как сборщика податей. Ведь Матфей был мытарем, он собирал налоги, но собирал не для, так сказать, руководства своего народа, а он собирал для римского государства. Получается, что иудеи платили подати, эти подати отправлялись в Рим. И те, кто их собирали, вот эти вот мытари, среди них Матфеи, они были презираемы, потому что они работали на другое государство, собирая своих собратьев, соплеменников. Но Спаситель и среди вот этих презираемых людей прозревает человека, который был способен стать его учеником. Он говорит ему, следуй за мной, и тот действительно оставляет все и следует за ним. Вот это как раз вот тайна призвания Христа, когда одно слово может преобразить твою жизнь. Одно соприкосновение со Христом или даже с благодатным учеником Христа способно поменять полностью твой взгляд на мир и отвести тебя от прежних грехов, которыми ты ранее жил. И вот, да, Матфей, он в своем собственном Евангелии прямо называет себя Матфеем. Ну, а здесь он, повторяем, называется как Леви Алфеев, и вот он следует. И после этого, в знак благодарности, этот вот мытарь, Матфей, Леви, устраивает в своем доме вечерю, праздничную трапезу для Господа. «И когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с Ним и ученики Его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за Ним». Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам, как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками. Фарисеи пытались подчеркнуть перед всеми, перед окружающими свое благочестие, свою праведность, что вот они такие исполнители закона, они ратуют за свободу и независимость иудейского народа от римского господства, они выполняют все правила, они такие хорошие, но в душах их возрастала гордыня. А там, где гордыня, там нет места для благодати Божией. Спаситель же не пытал, не создавал своего имиджа перед окружающими людьми. Вот Спаситель видел, что эти люди нуждаются в Нем, и Он к ним шел. Левий Алфеев проявляет искреннюю благодарность, приглашает ее в дом, и Спаситель идет к нему. И другие собрались, мытари и грешники, которые тоже обратились ко Христу. Но и Спаситель, конечно же, их не отвергает, Он им уделяет внимание, потому что в их сердцах была искренность. А вот фарисеи не хотели этого понять, и что им говорит Господь. Услышав сие, Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию». То есть вот те люди, которые видят свою болезнь, которые признают свои грехи, такие люди и способны принять исцеление и прощение. А тот, кто считает себя здоровым, тот, кто не видит своих духовных недугов, как он обратится ко Христу, к этому истинному врачу и целителю? В этом и заключалось основное противостояние между фарисеями и последователями Христа, что фарисеи не считали себя страждущими, и поэтому они и не обратились в то время ко Христу. А простые люди, которые каялись, признавали свои грехи, они получали прощение. Получая прощение, получая исцеление, они всецело следовали за Господом, исправляли свою жизнь. После этого приводится несколько таких вот небольших диалогов. Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят, почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся. И сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Вот когда сам Христос, Сын Божий, пришел к людям, то какой здесь может быть пост? Ведь для людей это была огромная радость. Это такое ликование, что они получают прощение грехов, они исцеляются от болезней, освобождаются от бесов, и Спаситель их утешает, и люди радуются, чувствуя благодать Христову. Вот как мы радуемся празднику Пасхи, а на праздник Пасхи никто не постится. Это время торжества и ликования. Но придет время, говорит Спаситель, когда отнимется от них жених, так он имеет в виду самого себя, потому что он обречается всякой чистой душе, как чистой невесте. И вот придет время, когда Спаситель будет распят, и настанет время трудное, и потом сами ученики тоже будут проходить определенные испытания. Тогда наступит время подвигов и поста. Но не это время, когда Спаситель еще вот находится непосредственно с людьми. А еще он говорит, никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитые отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Речь идет о ветхой одежде, которая вся такая вот уже мягкая, ветхая, и вот там дыра. Если приложить новую ткань, небеленная имеется в виду, она вот такая необработанная, твердая, то вот эта вот твердая заплатка, она отдерет от ветхой ткани еще больше, и дыра станет еще больше. То есть нельзя к тем, кто не обновился, кто еще ветхий, вот по своему существу, прилагать вот новых тяжких правил. И поэтому, когда люди только-только обращаются к Богу, приходят в церковь, то на них нельзя налагать какие-то тяжелые правила, требовать с них то, что выполняет давно выцерковленный человек. Иначе мы причиним ущерб вот этой душе, которая еще не обновилась. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхи, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо мной вливать в мехи новые. Те, кто последовал за Господом, радовались искренне, но были еще ветхи по своему существу. И новое вино, то есть благодать Нового Завета, и, соответственно, все вот те правила Нового Завета, которые должны были прийти, это было еще не под силу потянуть сразу ученикам Христовым. Должно было пройти время для их становления, укрепления, и тогда бы вот они стали вот этими новыми мехами, способными вместить новое вино. Как мы видим, уже назревают такие вот своего рода конфликты, противостояния. Фарисеев, как строгих блюстителей ветхозаветных правил, и Господа Иисуса Христа, который приносит Новый Завет и закон благодати. Дальше мы читаем. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогу начали срывать колосьи. А в субботу, если вот так вот строго подходить, не полагалось делать вообще ничего. Да и сейчас в государстве Израиль в субботу даже на кнопочку нельзя нажимать, потому что считается, что этот и выполнил какой-то труд, а нужно пребывать в покое. Вот, к сожалению, когда в правила вторгается буквализм, то доходит вот даже до такого. А Спаситель в субботу, чтобы поддержать силы учеников, позволил им срывать колосья, растирать зерна и вкушать эти зерна, чтобы поддержать свои силы. Но тут же нашлись те, кто наблюдал, это фарисеи, и фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать, то есть, что они вот формально нарушают закон. Он сказал им, «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взолкал сам и бывшие с ним, как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним? И сказал им, «Суббота для человека, а не человек для субботы, посему сын человеческий есть господин и субботы». Вот так Спаситель ссылается на Давида, пророка. Действительно, когда царь Давид скрывался от Саула, и его люди пришли уже в страшное такое, к страшному бессилию, голодали, то, чтобы как-то поддержать силы, они пришли к храму и вкусили хлебопредложения, которые в Скинии располагались как посвященные Богу. Но ведь как раз вот Спаситель и показывает, что Богу ничего не жалко для жизни человеческой, для того, чтобы спасти человека. И формальное исполнение правил не должно за собой влечь чьей-то смерти и приносить кому-то ущерб. И в конце концов, суббота для человека, а не человек для субботы. То есть, каждое правило, которое мы исполняем, каждый закон, он дан для того, чтобы именно поддерживать человека, а не человек существует для того, чтобы служить каким-то правилам. И вот так вот и в наши дни часто мы тоже допускаем какие-то ошибки. Ну, допустим, если вот в храм пришел какой-то человек, который еще не знает всех правил, но он искренне обращается к Богу, как умеет вот ставить свечки, молится. Если он что-то не выполнил по правилам, то не нужно его попрекать, ругать вот этими правилами, потому что не человек существует для правила, а правила существуют для человека. И мы всегда должны помнить вот этих учеников Христа, которые в субботу поддержали себя колосьями, срывая их, растирая зерна, и Спаситель их не осудил. Ну, а на этом мы завершаем чтение второй главы, чтобы в следующий раз продолжить изучение Евангелия от Марка на библейском портале Экзегет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова